Это обзор финансовых рынков от Freedom Finance. В студии с вами Сакен Сарев. Здравствуйте! В пятницу основные американские индексы закрылись в отрицательной зоне, изменившись на минимальные значения. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,05% до уровня 2683 пунктов. Технологический индекс NASDAQ Composite скорректировался на 0,08% до уровня 6960 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,11% до значения 24754 пунктов. Объем торгов по индексу S&P 500 был чуть более 30% ниже среднемесячного значения. Биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных, которые нанесли смешанный характер. Весьма обнадеживающе выглядели итоговые цифры продаж новых домов в ноябре. Число их продаж в объеме 733 тысячи в годовой экстраполяции достигло максимальной величины с 2007 года и значительно превышло ожидавшееся значение 655 тысяч. При наличии пестрой макроэкономической картины и отсутствии сильных мотивационных факторов инвесторы вели себя довольно инертно в преддверии пролонгированного уикенда в связи с отмечаемым в понедельник Рождество. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в незначительном минусе и достигла небольшого плюса по итогам недели. Также стоит отметить, что Сенат США в ночь на пятницу 22 декабря одобрил закон, временно продлевающий финансирование работы американского правительства. Закон предполагает выделение правительству средств до 19 января 2018 года. До этого срока демократы и республиканцы в Конгрессе должны будут прийти к компромиссу в споре по бюджету на новый финансовый год, который заканчивается в сентябре 2018 года. 7 из 11 секторов S&P 500 закрылись в положительной зоне на пятничной торговой сессии. Среди лидеров роста были недвижимость, сырьевой сектор и энергетический сектор. Отраслями, которые показали наиболее негативную динамику в этот день были сектор здравоохранения, финансовый сектор, сектор неосновных потребительских товаров и технологий. 70 процентов акций компаний, торгующихся на бирже Нью-Йорка, закрылись в положительной зоне. Наиболее популярными акциями S&P 500 в пятницу были Банков Америка, General Electric и акции компании Intel. Одним из аутсайдеров торгов стали акции компании Nike, которые просели на 2,3%. Чистая прибыль американской компании Nike, крупнейшего в мире производителя спортивных товаров, во втором финансовом квартале уменьшилась на 9%, до уровня 767 миллионов или на 46 центов на акцию, по сравнению с 842 миллиона или 50 центов на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные фактсет, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 40 центов на акцию. Выручка компании увеличилась до 8,5 миллиардов с 8,1 миллиарда, при среднем прогнозе аналитиков – 8,4 миллиарда долларов. Цены на фьючерсы нефти марки LightSuit с поставкой в феврале по итогам торгов на Nimex повысились на 11 или на 0,2% до уровня 58,47 долларов за баррель. Бренд, в свою очередь, показал прирост в 35 центов, достигнув отметки 65,25 долларов за баррель. Нефть немного прибавилась в связи с тем, что за прошедшую неделю общее число действующих бурых установок США осталось неизменным после сокращения недели ранее. Цены на фьючерсы золота с поставкой в феврале по итогам торгов на Comix повысились на 8,2 доллара или на 0,65% до значения 1278,8 долларов за тройскую унцию. Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась, поскольку инвесторы стремились заполучить некий запас прочности в виде защитных активов, страхуя себя от возможных неприятных сюрпризов в течение продолжительного уикенда. Фьючерсы на медь на чикагской бирже выросли на 0,63% до уровня 324 доллара за контракт. Сегодня американские и европейские биржи закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Торги возобновятся во вторник 26 декабря. И на этом у меня все. С вами в студии был Секен Сарыв и это обзор финансовых рынков от Freedom Finance. Прибыльных вам сделок и до скорой встречи!